привет сегодня мы наконец-то уделим отдельное внимание левой руке конечно же мы ею пользовались и на предыдущих уроках мы открывали звук закрывали но сегодня прям займемся отдельно получимся играть повторяющиеся ноты и конечно не забудьте проверить перед тем как играть настройку в том числе и левые антенны не только правой вот я настраиваю радиус электромагнитного поля левой антенны так чтобы максимальная громкость была на комфортной для меня высоте вот примерно так то есть в таком положении звука нет вот он по чуть-чуть появляется и вот максимальная громкость который я сейчас хочу достичь начнем мы наше занятие с упражнение которое по-русски имеет забавное название повторитм а на английский мне кажется это даже нельзя толком перевести но это неважно смысл этого упражнения заключается в том что минусовка задает нам некий ритм который мы должны повторить оставаясь правой рукой на одной и той же ноте то есть только работая левой рукой это знаете как вот детей проверяют на чувство ритма педагог задает какой-нибудь ритм хлопками в ладоши и ждет что ребенок сделает также вот мы примерно тем же самым будем заниматься но средствами термин вокса поехали настроечная нота все настроились поехал ритм повторяем я его повторила и звук делаю более тихим чтобы услышать следующую фигуру вы видите что сохранять одну нотку довольно таки тоже сложно ну вообще я во время игры болтаю и сочетать правда сложно вот так это идет упражнение она не очень длинная но там есть разнообразные ритмические фигуры и все на одной нотке ну и так далее сегодня мы с вами получим пьесу которая называется фанфары мне кажется вполне подходящий вариант для завершения первой половины нашего курса и музыка этой пьесы название говорит само за себя будет заключаться в основном в том чтобы играть повторяющиеся ноту у нас будет два основных ритмических рисунка первая фигура из длинной ноты и трех коротких а второй вариант примерно так же но чуть-чуть разнообразнее вот слушайте и это все легко запомнить на самом деле я вот распечатала ноты и себе их сюда положила и хочу вам сказать что даже если вы нотные грамоты не знаете то или может быть вы учили когда-то в детстве это а теперь уже как следует забыли на самом деле это не очень нам важно у нас весь материал очень простой и у меня были студенты которые например занимались в детстве один год или два в музыкальной школе и уже начисто забыли что там за ноты где там соль где-то мля и все равно некоторые из них просили отдайте нам ноты и они паре и рисунку по рисунку мелодии по ритмическому рисунку они интуитивно следили за пьесой это все-таки неплохо знать письменность какого-то языка да если вы например забыли стихотворение то вместо того чтобы мучиться и вспоминать или просить кого-нибудь рассказать вы можете взять книгу его прочесть и все вспомнить точно так же действуют и ноты вот я смотрю я сразу уже могу проанализировать это маленькая пьеса в половину странички я могу проанализировать из каких она состоит движений сколько здесь позиций мне придется использовать спойлер одну и все становится сразу легче так что может быть и попробуйте попользоваться нотами если не получится тогда можно все это запомнить и по слуху но ты кстати говоря можно получить на том же самом много раз уже нами упомянутом портале bandcamp страница олеся ростовская альбом точнее сказать два альбома сегодня мы завершаем как раз первое из них первую половину курса сейчас пройдем пьесу фанфары без аккомпанемента поехали настроечная нота мелодия 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 нcleат related и Внимание, сейчас двигается вправо. А левая не двигается. Снова и левая. Левая застывает, правая пошла. Левая. И ход вправо. Снова первая ритмическая фигура. Две ровненькие нотки вправо. Левая. Левая. Правая. Повтор. Правая. Левая. И две финальные нотки длинненькие. Что ж. Теперь пьеса с целиковой минусовкой. Она начнется со вступления, которое задаст сразу нам ритмический рисунок, который мы будем использовать. А потом будет легче эти ритмические фигуры играть, потому что в пьесе такой, ну вы услышите этот бит, похожий на какой-нибудь, наверное, телешоу или я не знаю. Поехали. Настроечная нота. Я хочу поиграть на октаву выше этого. Ждем вступления. Вот оно. Ждем вступления. Правая рука пошла. Снова. Левая. Правая. Левая. Правая. 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 Левая. Длинненькая носка. Длинненькая носка. Длинненькая носка. Ссылку оставляю внизу под видео. А вы тем временем, чтобы не потерять наше занятие и продолжить наш совместный фан, подписывайтесь на канал Олес Рост, настраивайте колокольчик и может быть ставьте лайки, если вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok